Книга «Открытым оком» автор Игнатий Тихонович Лапкин, 9-й том, тема «Святая Библия», вопрос 2234-й. Уважаемый Игнатий Тихонович, в своей книге «Открытым оком» вы очень много говорите нелестных слов в адрес различных конфессий, ответвлений христианства, ссылаясь каждый раз на тексты священного писания. И главный упрек – незнание этими людьми Библии или неисполнение ее как Слово Божие. Читая все это, у меня невольно возникает вопрос. По вашему мнению, существовало ли ранее и существует ли сейчас истинно христианская церковь, где Библию знают и исполняют в полной мере? Существует ли церковь, где Библия Слово Божие возвышено прежде всего? Почему, по вашему мнению, живое Слово Божие оказалось замененным формальностью, условностями или никак не влияющим на дело спасения души, или уводящим людей в сторону от живого Слова Божия? Буду благодарен вам за как можно более развернутый ответ на этот вопрос. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Можно говорить не о всей церкви, отдельной конфессии, а хотя бы об одной общине, что тоже есть в церквях, если там есть епископ и священник. И говорить о знании всех до единого члена этой общины тоже не приходится, как и всегда и в Первоапостольской церкви. Можно говорить лишь об авторитете Библии в этой общине, а исполнять все слышанное, кому по силам, как Бог сподобит. Конкретно в нашей крестовозвенческой общине, городом Барнаула и установлен авторитет Библии, где Библия Слово Божие возвышена прежде всего. Слово Божие оказалось замененным формальностью, условностями, или никак не влияющим на дело спасения души, или уводящим людей в сторону от живого Слова Божия. Только единственное потому, что не родившиеся свыше, не уверующие во Христа, по Слову Божию, люди взялись вести других к раю. Матфея, 23 глава, 2 стих. На Моисеевом седальще сели книжники и фарисеи. Иеремий, 14, 14. И сказал мне Господь, пророки пророчатся ложное именем моим. Я не посылал их, и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видение ложное гадание, и пустые мечты сердца своего. Матфея, 15 глава, 14 стих. Оставьте их. Они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Сегодня в людях царствуют чины почитания к мертвым. Козорух успели побить, заморить и успели канонизировать, построить им памятники. Матфей, 23, 29. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророком и украшаете памятники праведников. Нельзя веровать спасительно и любить кого-то больше Бога. Слова человеческой мудрости, хотя бы и на духовной опаре, ставить выше Слово Божие. Это абсолютно невозможно. Ты просто будешь вне ограды трудящихся в винограднике Божьем. Иоанна 5, струк 4. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которую ты единого Бога, не ищете? Галатам 1, 10. У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Если бы люди рождались от Бога, то и были бы рабами Бога, Его мнения. Но так как стоят в церковь пришедшие по человеческим вымыслам, то и не могут подняться выше своих учителей. Евангелие от Луки 6, 40. Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. 2 Петра 2, 19. Кто кем побежден, тот тому и раб. Если бы люди знали эти слова пророка Давида, то могли бы и сами их произнести и исполнять. Псалом 118, 113. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Слово Божие было утеряно. Но еще профессор-проповедник В.Ф. Марцинковский говорил, что стоит отнять у людей Евангелие, и на месте его будет взять смертельная рана, которой ничем не заткнешь. И вот устранили попы Слово Божие и пытаются зарыть эту проеху чем угодно, только бы не вернуть Библию в церковь. Положение не изменить своими силами, только Бог может искоренить отвлекающее и насадить нужное. Книга Левит 26, 10. И выбросите старое ради нового. Стихотворение. Что значит лучше? Где определитель? Значит, лучше бы не родиться, не жениться? Знать, лучше бы не родиться, не жениться? Не стал мальчонку и в антихрист Ленин Гитлер. Не терн колючий роз бы, а пшеница. Учить с пеленок лучшее до зачатия. Как отличить цвет истинной от тьмы? Чтоб не прийти к шестеркам трем к печати, которые не выжечь и не смыть. Где та единственная вечная дорога? Друг повседневный, любящий меня. Пусть даже обличит, накажет строго. Когда взорвусь, поставит путь синяк, поставит путь синяк. Я не обижусь, нежно обниму. Я бопрусь, коснусь произнесенных дланей. Кто знает все, когда и почему. Мой грозный и последний час настанет. Нам выбор предлагает Слово Божие. Не торопясь, но и немедля зря. Что лучше жить нам с истиной, не с ложью. Что в милосердных превратить всех скряк. Что лучше, долговечно и ненарочно. Непризрачно, а кончиться не может. Любить в обнимку или же заочно. Возница мой натягивает вожжи. Совсем бы не оглохнуть в суете. Душой и лучшую мгновенно избирая. Как многие друзья окажутся не те. Ведь делая, помочь, подталкивая к краю. Но я не отскользнусь до глубины. Случайно зацеплюсь в статью и закона. Мы разве перед Богом не равны? Не оглянусь при бегстве из Содома. И это лучшее не тяготит меня. Когда рассматриваю шрамы и ожоги. От прошлых лет, где вырвал из огня. Я, мой Иисус, мной призванный за Бога. Признанный за Бога. 2004 год. Игнатий Тихоныч Лапкин.